всем доброе утро собираюсь магазин лифт что в магазин прогулялись который подальше время полдвенадцатого я решила сегодня налегке магазин сходить легкой курточки надеюсь я там не замерзну без шапки хорошо что голову с утра помыла немножко лаком побрызгала вперед я как раз как раз волосы красила недавно покрашенная помытая лаком побрызгала и пошла дойду до ближайшего магазина вообще собирается тут в которой подальше немножко краситься не стало бровей нет так что внимание обращайте на улице хорошо снег тает до магазина фух как хорошо свежий воздух а то на работе сидишь целый день задыхаешься по градуснике где-то плюс три всего на солнышке чуть побольше может быть плюс 7 плюс 8 конечно погодка хорошая сегодня солнышко сейчас надо аптеку зайти таблетки купить от аллергии тут которые в виде капель они мне не помогают думаю что не проходит кашель это оказывается не проходит из-за насморка из-за аллергии все это бурлит и капает так у нас аптека один двор прошли надо еще один двор пройти так аптека у нас вот в этом доме соседнем в общем куплю сейчас лорд один одну или две у них обычно две нету по одной продают вот и на лапре куплю давление правда он слабенький 5 миллиграмм думаю может по 10 здесь помощнее все ладно я пошла народ кругом мне снимать неудобно всем привет ходила магазин купила продуктов два пакета притащила каждый килограмм по четыре на четыре с половиной восемь килограмм приперла может 9 сейчас видео сниму покажу что купил ничего не замерзла на улице так хорошо где-то плюс восемь солнышко красота все приехали всем добрый день сегодня у нас 20 марта среда у меня выходной завтра первое ой 21 четверг работаю завтра длинный день ходила в магазин купила горбушу такие две рыбки одну пожарю сегодня вечером так кофе я уже попила дело магазин но я уже все убрала в холодильник бананы купила набрала продуктов на 3000 еще в аптеке оставила 200 рублей купила сметану вот купила творог сыр двух сортов йогурт три штуки десяток и естила два перца купила помидоры купила эти розовые азербайджанские там еще огурцы так так еще одна рыбка в морозилке уже так что я еще купила что-то вроде целый стол был полный а так показать то нечего уже убрала вот такой вот индийский пачку у нас уже заканчивается у меня была пачка индийского с такой картинкой красивые потом что я еще купила я помню счет купила вон там джем апельсиновый 110 рублей такая малюсенькая баночка не вчера на работе подарили эту баночку меда мед луговой даже не знаю кто подарил по моему кто-то из сотрудников может привезли кому-то мимо проходили подарили ягра зачем для хорошего настроения думаю надо же так чушь я накупила вроде ничего нет а три тысячи потратила даже не могу вспомнить на что так мощь и средства еще купила вот для посуды и чистить ванную но в аптеке купила аналаприл купила лорд один вот купила 30 таблеток от аллергии они мне лучше помогают чем каплика дурацкий в общем потратилась 3 200 потратила погода какая хорошая на улице вообще хорошо плюс семь с половиной почти плюс восемь ходила в курточки красной в легенькой в этой без шапки все шапку не буду больше надевать у меня капюшон есть а то приходишь на работу голова вся мокрая волосы ну это голова прям мокрая почему-то жарко в шапке уже в метро особенно на улице еще ничего но в метро жарко а снимать ее на голове бардак как снимешь когда там у на голове уже все по все помялось наверное все таки зря эту розовую шапку купила потому что волосы то у меня крашеные тем более я их недавно покрасила и краска линяет прям на шапку линяет краска я ее вчера постирала правда обычно порошком надо купить специальный порошок жидкий гель какой-нибудь ласка или еще какой-то вот для шерстяных тканей ну что там сразу как бы порошок и как бы но поласкиватель потому что так она обычно порошком да и куртки лучше стирать вот этим жидким гелем потому что вот раз я розовую куртку постирала она плохо прополоскалась на ней какие-то белые пятна остались сейчас кстати нам сделали воду у нас хороший напор воды сейчас и горячая вроде есть холодная и машинка стала лучше стирать потому что видимо не хватало воды напор не хватало у нас даже из-за того что машинка набирала мало воды у нас машинка сгорела опять вот эта спираль который нагреватель вот этот перевернули стиральную машинку короче вчера посмотрели там вот эта спираль она прогорела насквозь до дыр до внутренностей я еще удивляюсь как только мне шибанула потому что я помню в прошлый раз когда спираль прошлый раз она не сгорела она пополам прям треснула отвалилась это электричество пошло прям в воду и там у меня машинки молнии сверкали давно было потом мы купили вот отремонтировали и сейчас вот опять спираль второй раз уже заменили на машинке уже 22 года может 23 даже точно не знаю уже почти сразу как сюда переехали через год машинку купили значит 23 года и сколько она еще протянет у нас эта годка хорошая можно было даже парк сходить погулять прямо хорошо так на улице это куда такой степени боюсь заболеть что даже на улицу боюсь выходить что-то фобия уже какая-то появилась три больничных блин за четыре месяца у меня уже фобия страх выходить на улицу боюсь заболеть хочется погулять в парке там солнышко так хорошо там походить но если холодно там ветер капюшон можно накинуть шапку то носить уже но если по улице то можно и в шапке но лучше уже наверное без шапки ходить можно как в капюшоне да и вообще на на лучшее пальто она подлиннее это магазин рядом я магазин быстренько сбегала в куртке на работу можно в куртке а вот так если идти на долго в парк гулять лучше конечно пальто ну а она у меня есть такое как куртка тоненькая весеннее пальто у меня есть стёга на то него можно гулять сегодня в кино не пойдем какие у меня плана на сегодня вот рыбку пожарю так вы почти все что я готовила до ели гороховый суп там вообще одна тарелка осталось даже на двоих не хватит блин суп сели рис съели на работу брали дома ели вот пожарил горбушу картошку я не купила тоже тяжело было нести много набрала будет картошки купить следующий раз картошки там хорошая была супермаркете да надо будет какой-то в пятницу что не знаю в какой день теперь завтра четверг пятницу за картошка схожу туда же вообще не знаю надо картошки купить так а с чем мы будем есть эту рыбку надо гарнир какой-то вот наверное булгур сварю эту кашку сварю булгу и мы еще там там у меня еще баклажан еще жареные там есть еще не доели то значит до этого я жарила тушила кабачок был а сейчас баклажан баклажан надо есть вечером доедим вот булгур с рыбой на работу завтра возьму завтра день длинная у меня там слойка сыром есть вот на вечер слойку сыром возьму банан возьму с утра съем на работе перед работой возьму банан йогурт рис с рыбой или булгур этот был гурт это просто микровол в микроволновку говорю мультиварку закинула и всю рыбу рыба из морозилки сейчас оттает с магазина рыба две упаковки купила интересно сколько она весит эта упаковка интересно он не одну рыбину пробил или две потому что я посмотрела там я не стала на столе тут все сниматься потому что так получилось так у меня пробил килограмм горбуши не сложил одну упаковку или две пробил или он одну пробил вторую забыл вот сколько она весит он не проводил килограмм рыбы ну да значит он сложил в кучу тут 500 грамм одна рыбина не видно да это полкило значит он пробил мне сразу две рыбины завесил сложил просто чтобы два раза не пробивать а то я думала что он не посчитал одно думаю одно пробил а потом вторую в руки взял и подумал что пробил нет все он пробил молодец молодой парень там сидел и работал на моего сына похож такой же ну ладно все ребятки сейчас выложу видео у меня еще там гора белья неглаженного постельное белье стирала ну принципе стиральная машинка у меня работает я сегодня с утра уже постирала там трусы носки всякое такое темное белье футболки что там еще было постирала но спираль машинки заменили она работает но еще там надо еще кое-что там подправить машинка принципе в рабочем состоянии тем более сейчас напор хороший филимон ты чё тут орешь а уже задолбал иди на балкон гулять сметаны не дам ты жрал уже сегодня один раз в день даю сметану с утра целую большую ложку чайную иди нафиг тебя не прокормишь ты чё думаешь это будут три раза в день сметаны теперь кормить перебьешься хотя жалко его конечно может дать чуть-чуть ладно дам щас немножко то жалко мне его пришел а тут просит ну ладно всем пока пока пойду белье гладить делами заниматься и подправившись Продолжение следует... Продолжение следует...